Здравствуйте, уважаемые коллеги! С удовольствием хотел бы поделиться с вами тем, что узнал на конференции в Сан-Антонио. Конференция большая, она длится несколько дней, поэтому уместить в один небольшой 15-минутный доклад результаты тех клинических исследований, которые были там представлены, очень сложно. Я постарался выбрать те, которые представляются мне наиболее значимыми для реальной клинической практики. И начать хотел бы с вопроса, какой из предложенных режимов неодивантной химиотерапии трипл-негативного рака молочной железы вы считаете оптимальным? Антрациклиновые схемы химиотерапии, схемы химиотерапии третьего поколения, сочетающие антрациклины и токсаны, наиболее распространенный вариант, входящий в стандарты, это 4 цикла АЦ раз в 21 день с последующим переходом на монотерапию по клетокселам раз в 21 день или доцитокселам, дозу уплотнительные режимы с применением антрациклинов и токсанов раз в неделю, либо режимы с применением препаратов платины в сочетании. В частности, вот вариант, когда мы начинаем с терапии токсанами 12 циклов по клетоксела 80 мг на метр квадратный раз в неделю и карбоплатин в дозировке АУК-1,5 или 2 раз в неделю, и в дальнейшем переходим на дозу уплотнительный режим антрациклиновой химиотерапии, 4 цикла АЦ. Вот здесь, наверное, нет правильного ответа или неправильного. Вопрос, какой режим вы считаете оптимальным. И, уважаемые коллеги, кто к нам только что подключился, пожалуйста, на своих смартфонах войдите в окно и введите mobi.vote. У вас появится возможность принимать участие в голосовании. ID для голосования 5612. Мы очень нуждаемся в вашем мнении. Да, последний режим. Ну вот сейчас вырывается стандарт, прописанный в рекомендациях РУСКО. 4 цикла АЦ раз в 21 день, 4 цикла по клетоксела 175 мг на метр квадратный. Почему возникает такой вопрос? Почему мы начинаем снова говорить о наиболее оптимальных режимах? Наверное, такие исследования, как Calg B40603 и исследования GeparSix, недостаточно убедительно продемонстрировали пользу от добавления препаратов платины в неодевантном режиме при трипл-негативном раке и позволяют добиваться достаточно высокой дельты в частоте достижения полного патоморфологического регресса по сравнению с бесплатиновыми режимами химиотерапии. Начинать с токсанов, наверное, лучше, а может быть нет. Кохрейновский анализ не показал никакой разницы, но есть исследования неосамба, неотанго, проспективные исследования, которые показали, что начинать с токсанов лучше. Доза уплотнительные режимы, снова мы возвращаемся к обсуждению их преимуществ. И вот такой режим химиотерапии, который я предложил в качестве последнего варианта, из-за которой проголосовала большая часть аудитории, он сочетает в себе потенциальные преимущества, которые были продемонстрированы в ряде клинических исследований. И, в общем-то, в клиническом исследовании, с которого я хотел бы начать, это исследование Kinout 522, это исследование неодевантного применения препарата Pembrolizumab у пациентов с трипл-негативным раком молочной железы. И посмотрите, дизайн исследования таков, что пациенты получали как раз-таки поклитоксел с карбоплотином в еженедельном режиме с последующим переходом на доксорубицин или эпирубицин в сочетании с циклофосфамидом и в нагрузку к этому получали препарат Pembrolizumab либо плацебо, после чего подвергались хирургическому вмешательству и продолжение терапии Pembrolizumab в аудивантном режиме либо терапия плацебо. Исследования в основном были включены пациенты, которые являлись PDL1-позитивными, в одной группе их оказалось 83,3%, в другой 81,6%. Очень важно оговориться о том, что мы поднимаем в данном случае под критериями PDL1-позитивности. В центральной лаборатории статус был оценен при помощи антитела 22C3 и в качестве оценки использовалось число PDL-позитивных опухолевых клеток лимфоцитов и макрофагов, поделенное на общее число опухолевых клеток и умноженное на 100. То есть это так называемое комбинированное позитивное значение. Это критерий, по которому в данном исследовании определялась PDL1-позитивность. В результате исследования была продемонстрирована очень положительная динамика в виде увеличения частоты достижения полных патоморфологических регрессов среди пациентов, получавших пембролизумаб в сочетании с химиотерапией. Дельта составила 13,6% в частоте достижения полного регресса. Очень убедительное значение. При этом заранее запланированный анализ по безрецидивной выживаемости также продемонстрировал различия. Исследование было недостаточно мощным для того, чтобы это выставлять в качестве первичной конечной точки, но уже на этом этапе было продемонстрировано преимущество от назначения пембролизумаба не только в аспекте полных регрессов, но и в аспекте выживаемости без прогрессирования. При этом очень интересно, что польза от назначения пембролизумаба наблюдалась во всех категориях пациентов, даже у тех, которые имели низкую экспрессию PDL1, имели значение практически эквивалентное отрицательным. То есть, несмотря на пользу от пембролизумаба, у нас на сегодняшний день нет убедительного биомаркера, который бы позволил вычленить ту категорию пациентов, которым он наиболее эффективен. Также в исследовании было отмечено, что высокая экспрессия PDL1, по всей видимости, ассоциирована и с более высокой чувствительностью такого вида опухоли к химиотерапевтическому лечению. Использование комбинированного лечения с применением пембролизумаба было ассоциировано с более высокой частотой как полных регрессов, так и достижения остаточной опухолевой нагрузки минимальных классов. Перечень нежелательных явлений соответствовал ожидаемому профилю токсичности. Одновременно с этим были представлены результаты другого исследования. Это исследование NEOTRIP, проводимого группой Микеланджелос, который традиционно сотрудничает наше учреждение. Вы видите здесь фамилию Владимира Федоровича в качестве одного из соавторов этой работы. Это также было исследование неодевантной терапии. Пациенты получали в данном случае препараты платины в сочетании с набпоклитокселом. Вообще история применения набпоклитоксела при использовании иммунотерапии очень интересна. Дело в том, что применение премедикации препаратами глюкокортикостероидами считалось, что оно как-то может повлиять на эффективность иммунотерапии. Однако в предыдущем исследовании пациенты получали обычный паклитоксел, а не набпоклитоксел. Эффект очень убедительный. На сегодняшний день уже нет разговора о том, что препараты иммунотерапии могут использоваться только в сочетании с препаратами, не требующими применения глюкокортикостероидов в качестве примедикации. Итак, неодевантное лечение пациенты трипл-негативным раком высокого риска разделены на две группы – карбоплотин с напоклитокселом, либо карбоплотин с напоклитокселом, плюс отезолизумаб. После этого хирургическое лечение и адювантная терапия антрациклинами. И в дальнейшем наблюдение. Как видите, в этом исследовании также PDL1-позитивные пациенты составляли в данном случае более 50%, а общая популяция составила 56%. К сожалению, в данном исследовании не было продемонстрировано значимых изменений в частоте полных патоморфологических регрессов как в общей популяции, так и среди PDL1-негативных пациентов, среди PDL1-позитивных пациентов. То есть, опять-таки, в данном случае у нас, во-первых, нет биомаркера, который позволил бы говорить об повышении эффективности препарата и выделении какой-то субкатегории пациентов трипл-негативным раком. Ну и в данном случае препарат не продемонстрировал какого бы то ни было значимого эффекта в неодевантном режиме. Добавление его к напоклитокселу и карбоплотина не приводило к увеличению частоты достижения полного ответа. При мультивариантном анализе экспрессия PDL1 оказалась наиболее значимым фактором, который хоть как-то влияет на частоту PCR, но различия в этой частоте были статистически несущественными. Когда мы говорим о применении неодевантной или лечебной терапии иммунологическими агентами-блокаторами чекпоинт, нам необходимо понимать, а как мы вообще определяем это. И была очень интересная сессия, на которой морфологи уделяли отдельное внимание. На сегодняшний день у нас нет единой платформы, которая была бы одобрена американскими и европейскими регуляторами для того, чтобы определять экспрессию PDL1 при раке молочной железы для антитела пембролизумаба. То есть утвержденной единой платформы нет. У нас есть для отезолизумаба при трижды негативном раке молочной железы считается это определение более 1% экспрессии на иммунных клетках. Но как вы видите, в неодеванте отезолизумаб себя никак не показал, и мы вряд ли можем его использовать и использовать это исследование с соответствующей целью. При этом разные антитела дают очень разные результаты. Вот вы видите один и тот же образец, который окрашен антителами, который используется для определения PDL1 экспрессии. Наши морфологи на сегодняшний день уверенно говорят, что если вы хотите определить экспрессию PDL1, вы должны обозначить, для какого антитела мы хотим это сделать, для какого антитела мы хотим этот тест проводить, чтобы какой препарат назначить. Переходим к более простым исследованиям. Вот исследование NSABP B42. В котором изучалось дополнительное применение продленного периода адюванта после стандартного периода. Это пациенты, получавшие ингибиторы ароматаза в течение 5 лет, или тамоксифен в течение 3 лет, и затем происходил переход на ингибиторы ароматаза. Эти пациенты рандомизировались на две группы. Группа продолженного адюванта с применением литрозола или плацебо. Не было продемонстрировано при 10-летнем периоде наблюдения каких бы то ни было различий в общей выживаемости среди этих пациентов. Однако была продемонстрирована тенденция на увеличение статистически значимое различия, более того, в выживаемости без прогрессирования рака молочной железы. При этом профиль токсичности не различался, и риски остеопороза, и перелома, то, чего мы, наверное, в большей степени опасаемся, назначая адювант над ингибиторами ароматазы пациентам. Частота этих событий не изменялась после 10 лет в когортах плацебо и в когортах литрозола оставалась одинаковой. Поэтому, в принципе, мы можем говорить о наличии как неких небольших преимуществ от продления адюванта, при том, что мы не рискуем достаточно существенным каким-то увеличением частоты патологических костных явлений на фоне этой терапии. При тщательном отборе можно найти пациентов, которые потенциально могут получить некую дополнительную пользу от продления адюванта. Но, конечно, это исследование вряд ли можно назвать practice changing, и на сегодняшний день стандартным остаются прежние периоды. У меня пульт не переключает дальше. Да, следующее исследование. Исследование ATTENT. Исследование, направленное на деэскалацию адювантной терапии и поиск альтернативных режимов адювантной терапии у пациентов с HR2 позитивным раком молочной железы. В исследование включались пациенты стадии 1 без поражения регионарных лимфатических узлов с адекватной фракцией выброса левого желудочка, рандомизация соотношений 3 к 1. Стандартом, в общем-то, применяемым по факту в Европе и во многих местах в Соединенных Штатах Америки при ранней стадии HR2 позитивного рака молочной железы стала терапия по клетокселам в еженедельном режиме, с тростузумабом в еженедельном режиме, с последующим переходом на тростузумаб раз в 21 день до года. То есть такой режим безантерциклиновый при ранней стадии. Его эффективность была продемонстрирована в ряде клинических исследований, в частности, АПТ, европейское исследование. И в данном случае эта схема сравнивалась с применением препарата катсилы в одиуанте. То есть у пациентов, которые раньше не получали никакого таргетного лечения, они сразу же подвергались хирургическому вмешательству, рандомизировались на катсилу либо на схему по клетоксел плюс тростузумаб. Каковы оказались результаты лечения? Они оказались отличными в обеих группах. Трехлетняя выживаемость без прогрессирования, 97,7% в группе пациентов, получавших одиуантный ТДМ, 92,8% в группе по клетоксел плюс тростузумаб по данным исследования АТЭМП. По результатам исследования АПТ результат примерно такой же. То есть 93% пациентов имеют выживаемость без прогрессирования, трехлетнюю. Это очень хорошие показатели. Для чего делалось это исследование? ТДМ1 обладает несколько другим профилем токсичности. Пациенты не страдают от алопеции, зато они по данным этого исследования несколько чаще страдали от тошноты. Очень важный вопрос, который обсуждался, это применение капицитабина в качестве неоадювантной и адювантной химиотерапии. German Breast Group, немецкая исследовательская группа, представила достаточно крупный анализ, в котором изучалось влияние добавления капицитабина к стандартным схемам химиотерапии. Вы видите, какое количество исследований было включено. Здесь очень важные исследования CREATE-X и FIN-XX, которые на самом деле оказали очень важное влияние на наше понимание роли капицитабина. Большое количество пациентов было включено во весь этот метаанализ. И он показал пользу от добавления капицитабина к стандартным режимам химиотерапии. Причем вот вы видите CREATE-X, его выражено положительный результат. Вот исследование FIN-XX. Несмотря на то, что эти исследования были не такими большими, и группы пациентов не столь значимые, ну не то, что не столь значимые, они не такие большие, как в некоторых других исследованиях. Но при этом ярко выраженный положительный результат, полученный в этих испытаниях, является драйвером общего результата, который мы видим в пользе от добавления капицитабина. Но не замены стандартных режимов химиотерапии на применение капицитабина. То есть капицитабин улучшает результаты лечения как дополнение стандартным схемам, либо как дополнительный агент в неодевантном режиме, либо как лечение у пациентов с остаточной опухолью после применения стандартных схем неодевантной терапии, как, например, в исследовании CREATE-X. Ну, еще не зная о результатах этого метаанализа, китайская исследовательская группа провела свое исследование и представила результаты на конференции в Сан-Антонио. Это как раз таки исследования по добавлению капицитабина в достаточно высокой дозировке 1000 мг на метр квадратный к стандартному режиму химиотерапии с применением токсанов с последующим переходом на антрациклины. Это исследование продемонстрировало увеличение в безрецидивной выживаемости у пациентов, получавших капицитабин. Наверное, добавлять капицитабин к стандартной неодевантной схеме химиотерапии мы после этого не станем, потому что это идет все ценой определенной токсичности. А вот мне кажется, что этот метаанализ и вот это исследование в очередной раз добавляют уверенности в назначении адювантной химиотерапии препаратом капицитабин пациентам, которые не достигли полного регресса по результатам неодевантной терапии. Еще одно исследование – королин. Исследование, которое было направлено на изучение применения рибоциклиба в неодевантном режиме. На сегодняшний день целый ряд исследований направлен на применение рибоциклиба у различных категорий пациентов вплоть до применения CDK-4,6 ингибиторов у пациентов с трипл-негативным раком молочной железы и экспрессией андрогенов. Вот это исследование было направлено на изучение роли CDK-4,6 ингибиторов в предоперационном режиме, чего мы можем добиться. Исследование это ставило не совсем стандартные конечные точки, потому что пациента профиль их экспрессии геногенетической оценивался по данным сигнатуры ПАМ-50. После хирургического лечения повторялась эта оценка уже на образцах опухолевого материала. То есть задача была не столько увидеть частоту полных регрессов, сколько оценить, а как под влиянием проводимого лечения изменяется молекулярно-генетический профиль опухоли. Чего удалось забиться в результате этого исследования. Частота полных патоморфологических регрессов при химиотерапевтическом лечении оказалась выше, чем при неодевантном лечении рибоциклибом или трозолом. Ну, в принципе, это был ожидаемый момент. Однако при этом было отмечено значительное изменение экспрессии генов. Оказалось, что опухоли, которые были классифицированы как люминальный Б до начала лечения, по итогам лекарственного лечения стали быть классифицированы как опухоли люминального А типа. И вот вы видите этот график, который отражает, что большой процент опухолей по итогам как химиотерапевтического лечения, так и по итогам терапии рибоциклибом с литрозолом, еще больший процент в итоге были классифицированы как опухоли люминального А типа. Казалось бы, это хорошо, но с другой стороны, я посетил презентацию Чарльза Перу, который рассказывал о различных исследованиях, указывающих на то, что изменение экспрессии генов в опухоли носит временный характер под влиянием лечения. То есть, если мы берем нелеченных пациентов, они имеют вот такую вот генетическую экспрессию, вот они получают, это в данном случае речь идет об HR2-позитивном раке молочной железы, на фоне лечения лопотенибом профиль генной экспрессии меняется, а после того, как это лечение лопотенибом прекращается и в течение 14 дней, естественно, это не у живых людей, а на моделях, на животных моделях, опять-таки, профиль генной экспрессии возвращается к своему прежнему уровню. Поэтому, насколько позитивными являются результаты применения CDK4-6 ингибиторов в неодевантном режиме, это очень, наверное, дискутабельный вопрос. Исследование применения цисплотина в сравнении со стандартной схемой АЦ у пациентов с носительством мутации Берсей, исследование INFORM. Много копий было сломлено на тему того, какова роль препаратов платины при БРК ассоциированном раке молочной железы. Парадоксальной казалась находка исследования гепарсикстов, которым было констатировано, что наибольшую пользу от препаратов платины получают как раз-таки пациенты с парадическим трипл-негативным, а не БРК-ассоциированным раком. Вот в исследовании, наконец, взялись напрямую в проспективном рандомизированном исследовании, сравнили препараты платины в монорежиме, это препарат цисплатин, в сравнении со стандартной схемой химиотерапии АЦ. Затем хирургическое лечение и адювантное лечение на усмотрение специалистов. Оказалось, что схема АЦ эффективнее с точки зрения частоты достижения как полного патоморфологического регресса, так и уменьшения резидуальной опухолевой нагрузки, достижения резидуальной опухолевой нагрузки минимальных классов 0,1. То есть стандартные антрациклины победили монорежим препарат цисплатин. И, собственно говоря, закругляясь, хотел бы задать вопрос, какие ближайшие изменения в практике терапии раннего рака молочной железы можно ожидать, по вашему мнению, в ближайшее время? Пункт 1. Это использование иммунотерапии в неодювантном режиме, применение капицитабина в составе схем неодювантного или одювантного лечения трижды негативного рака молочной железы. То есть более широкое применение. Да, это уже сейчас происходит, но на сегодняшний день это не прописано пока во многих стандартах лечения, многими центрами не практикуются. Использование CDK-4,6 ингибиторов в неодювантном режиме при гормонозависимом раке или использование продленного одюванта с применением ингибиторов ароматазы. Какой из этих вариантов вам кажется наиболее вероятным и наиболее, так сказать, practice changing исследованием? Глубоко уважаемые коллеги, напоминаем вам, что вы можете участвовать в нашем голосовании. Для этого нужно лишь пройти по набрав моби.вод и ID 5612 и мы увидим ваше мнение на ваших экранах. Голосуйте, пожалуйста. Лидирует использование иммунотерапии в неодювантном режиме пока. Все верят в иммунотерапию, в эру иммунотерапии, которая придет к нам и в неодювант. Да, я совершенно согласен с Владимиром Федоровичем. Мне кажется, что гораздо реальнее именно в ближайшее время на основании этих метаанализов начать применять капицитабин у пациентов, не достигших полного патоморфологического регресса, пациентов с трипл-негативным раком, потому что возникли определенные сомнения после исследования СИБОМа, но метаанализ говорит о пользе применения препаратов вторпиримединов, в частности капицитабина у пациентов с недостигших полного патоморфологического регресса. Владимир Федорович начал эту практику, мне кажется, еще в 2013 году назначение препаратов при резидуальной опухоли. Спустя 6 лет всем стало очевидно, что это было действительно очень правильное решение. И в отношении применения иммунотерапии, я думаю, что да, действительно, наверное, за этим будущее не столь ближайшее, но тем не менее очень много усилий в этой области, очень перспективная тема, и многие действительно специалисты-онкологи мирового уровня обозначают это как некий вектор развития и дальнейшего исследования. Но пока, безусловно, много проблем на этом пути, но это, да, наше, наверное, будущее. Спасибо большое за ваши ответы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok